На Блюхера 63 находится КТ-кафе Мурчи. Здесь живут около 10 кошек и у каждой своя непростая судьба. Их отдают в добрые руки, но иногда и возвращают. И одна из причин не только аллергия, но и отъезд из-за мобилизации. Узнаем, как живут кошки и что делать, если вы спонтанно уехали и хотите оставить животных или вовсе забрать. В КТ-кафе можно попить чай, почитать книжку, поиграть в настольные игры, поработать дистанционно и все это под мурчание пушистых. В этой комнате можно поиграть в видеоигры. Вот в такой вот приятной компании. Это Шай. Когда к нам Кота-кафе приехала, она жила примерно две недели под палетами. Только покушать уходила, а так она боялась очень сильно. Сейчас она более социализирована стала, с людьми общается, но все равно резкие движения немного попаиваются. Это Юлик. Я сама лично его с двумя его братьями забирала из подвала. Они там жили, их подкармливали жители. Мы решили им помочь, забрать, готовы подготовить их. У них был герпес, они немножко болели все. Их еще пока не пристроили. Они у нас примерно уже месяца три, наверное, в кафе живут. У нас увеличилось количество запросов от людей, которые спрашивают, что делать, если им нужно уехать. То есть как вывезти животное, либо куда его определить. Мы всем стараемся помогать информационно, рассказываем о том, как вообще забрать животное с собой. Мы изначально пристраиваем животных уже с паспортом, привитые, полностью готовые к переезду. Ну, конечно, лучше всего забрать с собой. Особенно, если это кошка, то, в принципе, это сделать несложно. Главное, чтобы животное имело микрочип для выезда, и после этого было вакцинировано от бешенства комплексной прививкой, обработано от паразитов. Если это сделать заранее, то нужно будет просто справку получить, и можно вылетать. Если все-таки человек решает оставить животное, то самый лучший вариант, опять же, это найти ему платную передержку и попробовать пристроить животное в добрые руки. В приют животное определить сложно, поскольку все приюты в нашем городе очень сильно переполнены, и они больше ориентированы именно на травмированных животных. Из-за мобилизации многие волонтеры уехали, и в фонде «Варежка» требуются неравнодушные люди. Кроме того, в само КТ-кафе можно приносить сухой корм, пеленки, переноски и ветеринарные препараты. Продолжение следует...